Теперь о главном. Долгожданное открытие. Новый железнодорожный вокзал начнет свою работу уже в августе. Об этом и не только шла речь на очередном заседании городской думы. Народные избранники обсудили насущные проблемы. Во главе угла встал вопрос безопасности горожан. Канализационные люки не просто необходимо привести в порядок, нужно полностью пересмотреть проектные решения, подогнав под современные европейские стандарты. Также депутаты обсудили вопрос профилактики подростковой преступности. В частности, речь идет о возможности при содействии местной полиции возродить работу школьных инспекторов в образовательных учреждениях. О чем еще говорили парламентарии, знает Наталья Худяева. Ей слово. Безопасность горожан вызывает серьезную тревогу депутатов. Просевшие канализационные люки и открытые колодцы долгое время находились в зоне особого внимания. Снег сошел, а значит пришло время решать проблему. Письма с распоряжением устранить. Неполадки были направлены во все организации города, на территориях которых есть так называемые зоны риска. Замечания есть к владельцам колодцев, общества Газпрома и связистам. От них пока не получены ответы. По городу, в целом по городу, управляющие коммунальной компанией, Ольгой Теплогенерации, Ольгой Город, Электросеть, Ольгой Город и Канал направили письма. Уже получены ответы, что все принадлежащие к ним колодцы закрыты. В летний период будут принадлежены ремонты и в рамках выделенных тарифе денег будет сделано ограждение и соответственно покрашка. У главы администрации города свое мнение на этот счет. Привести в порядок люки и колодцы необходимо. А вот от ограждений давно пора отказаться. Строить нужно по новым современным технологиям. Например, в Европе уже давно не встретишь металлических ограждений, говорит глава. В новом рингу это тоже должно стать нормой. Никаких ограждений, которые не уродуют облик города, не надо строить. Это в прошлый день. Просмотрите, пожалуйста, регламенты, какими рекламентами рекомендованы эти ограждения. Если это не прописано нормами закрадательства, значит никаких ограждений делать необходимости нет. Надо просто привести все колодцы в нормативное состояние, установить проектные колодцы, которые сегодня производятся промышленным образом и забыть об этих ограждениях. Не менее обсуждаемой темой стало взаимодействие общеобразовательных учреждений с сотрудниками правоохранительных органов. Начальник департамента образования Михаил Терещенко отметил, сотрудничество учебных заведений с местной полицией налажено. Однако, для того, чтобы сократить подростковую преступность, в школы необходимо вернуть инспекторов. Мы, конечно же, за то, чтобы были кураторы назначены за образовательными организациями, хотя бы на пустовой основе, чтобы это был один куратор на два-три учреждения. Для того, чтобы проводить эти беседы и по горячим следам рассматривать все правонарушения, которые совершаются подростками, ну и кроме того, чтобы можно было проводить консультации для родительской общественности. Несмотря на отсутствие штатной единицы школьного инспектора, работа с подростками ведется непрерывно, говорит начальник полиции. Ее выполняют 11 специалистов по делам несовершеннолетних. Только в этом году полицейские провели 173 лекции и беседы со школьниками, а также 8 советов по профилактике с трудными подростками, на которых были привлечены сотрудники госнаркоконтроля и департамента образования. Число преступлений, совершаемых в школах, сократилось вдвое. К сожалению, количество преступлений, которые совершает несовершеннолетний за пределами школы, оно действительно увеличилось. Но тем не менее, констатирую факт, что именно в школах, учебных, образовательных учреждениях, где проводится все-таки профилактическая работа и ПЕД коллективом, и сотрудников ГПДР, количество таких преступлений уменьшилось. Я приведу даже статистику. В этом году совершено всего два хищения, это сотовых телефонов, и три побои. Если в прошлом году этих боев, как говорил уже, и хищений было больше. В скором времени в Новом Уренгое появятся пункты весового контроля. Их будет два. По словам Владимира Рыженкова, они должны размещаться в пределах города, например, в районе полигона твердых бытовых отходов и поста межпромысловой трассы в северной части. Почему? Потому что первый приезд автомобилей из юго-страны к нам контролируется в восточной части, юго-восточной части. А проезд в северной части промыслов объезды – это в северной части. Это два места. Это мое предложение. Я, в принципе, с специалистами говорил, что должно быть. Цена вопроса пока неизвестна. Ее огласят в июне на следующем заседании Думы. Однако при наличии финансирования объекты возможно построить в течение года. Также депутаты внесли изменения в прогнозный план приватизации имущества. Утвердили ставки налога на землю, предназначенных для размещения военных объектов, и порядок увольнения с муниципальной службы. Наталья Худяева, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...